приветствую всех на нашем канале Stadiusa.ru и в сегодняшний выпуск мы хотели бы посвятить ответу на сейчас задаваемые вопросы которые к нам приходят итак поехали надеюсь что вам тоже будет интересно первый вопрос каким должен быть срок действия паспорта для оформления американской визы значит отвечаем в отличие от европейских поездок и поездок в другие страны здесь совершенно неважно сколько остался срок действия вашего паспорта потому что американская виза будет действовать и в паспорте который закончился то есть вы сможете взять новый паспорт паспорт старый который закончился но в котором еще действует виза и спокойно пройти через границу вопрос 2 срок действия моего заграничного паспорта истек а срок визы еще нет должен ли я получить новую визу значит только что мы на этот вопрос ответили виза будет действовать также в паспорте который закончился до срока ее окончания поставлен именно в самой визе что такое административная проверка при подачи на американскую визу значит действительно некоторые категории граждан например граждане которые заканчивали заканчивали бауманский университет в частности направляются на двух недель административную проверку в течение этого срока посольство проверяет некоторую информацию которую вы заявили дополнительно и если все нормально соответственно эту визу выдается в частности я при получении своей визы также проходил данную проверку две недели после чего был выпущен паспорт с визой единственное что визе делается аннотация о том что была пройдена такая проверка и при повторном получении визы обязательно будет опять пройти собеседник то есть по упрощенной системе пройти не получится следующий вопрос срок действия моей студенческой визы истекает во время моего пребывания в сша создаст ли это какие-либо сложности отвечаем значит студенческая виза необходима только для пересечения границы то есть в течение срока визы например один год вы можете ездить туда-обратно посещать из своих родственников есть на каникулы так далее после сечения срока действия визы вы не сможете въехать соединенные штаты америки но сможете там находиться если вы будете проходить обучение причем неограниченный срок то есть виза закончилась у вас например обучение на три года вы сможете спокойно проходить свою учебу единственное что если вы вдруг вернетесь на родину то нужно будет обращаться уже за новой визы если на родину возвращаться не будете то совершенно законно вы сможете находиться в стране весь срок своего обучения без каких-либо продлений визы итак следующий вопрос как доказать наличие тесных связей с родиной при подаче на визу в данном случае мы проводим подробные консультации обычно это зависит от вашей ситуации от пакет документов которые вы можете предоставить и все очень индивидуально в общем можем только сказать что основными для посольства являются такие связи как наличие в первую очередь на самом деле хорошей работы вот здесь хорошей перспективной работы ну и также семейной связи то есть дети супруги наличие каких-либо других родственников и друзей все это мы подробно прорабатываем при обсуждении с вами вопросов получения конкретно вашей визы следующий вопрос как долго можно находиться в сша по туристической или деловой визе значит тифиза один и тот же бы один бы два разные только основания соответственно мы бы не рекомендовали находиться по данным визам свыше двух месяцев несмотря на то что обычно при пересечении границы вам выделяется 180 дней на это почему потому что при последующем получении визы у вас обязательно возникнут проблемы так как посольство считает что если вы отсутствовали на родине свыше 8 недель или двух месяцев то ваши социальные связи могли нарушиться и соответственно при последующем обращении они будут это учитывать так что хотим обратить на это ваше внимание мой ребенок обращает за визы сша впервые могу ли я сопровождать его на собеседование значит дети до 14 лет проходит не проходит собеседования в посоль с сша за них приходит просто один из родителей но именно родители мама или папа бабушка дедушка здесь не могут не могут пройти собеседование за ребенка значит если ребенок возрасте старше 14 лет и так скажем до 16 лет то один из родителей может опять же мама или папа сопровождать ребенка в посольство вот но опять же по практике ребенку задаются будут основные вопросы образовать именно ребенку не родители родители будет стоять это в стороне в принципе может трудной ситуации подойти и помочь вот дети старше уже как бы проходят собеседование самостоятельно без какой-либо помощи следующий вопрос мой ребенок куча сша могу ли я жить вместе с ним значит но в принципе так ограничений на это нет единственное что если ребенок едет учиться он не сможет вам сделать так называемое приглашение дополнительный на въезд на визу и 2 то есть вам нужно будет оформлять какую-то дополнительные документы на въезд делать там туристическую визу или гасевую или еще как-то вот и в принципе так многие едут на самом деле особенно сидеть и маленькие сопровождают там живут как-то вместе могу ли я обучаться сша по туристической визе да действительно туристическая виза несмотря на свое название имеет возможность дает право так скажем на обучение это право несколько ограничено тем что вы можете проходить курсы не более 15 часов в неделю то есть это курсы минимальной интенсивности и это не могут быть специализированные курс такие как то и фолосой ти там вот ну либо там какое-то обучение в колледже для этого всего же нужно будет оформить студенческую визу что собой представляет форма и 20 и как ее получить форма и 20 это контракт со школой не знаю будет видно или нет выглядит она следующим образом то есть это основание для получения визы f1 данной форме указывается ваше имя фамилия ваши данные школа куда вы едете номер лицензии этой школы и указывается программа насколько вы есть значит соответственно с какого числа и так далее все эти нюансы форма необходимо именно в оригинале для получения визы то есть копии формы не подходит поэтому когда мы делаем студенческие визы мы в обязательном порядке заказываем экспресс-почту эти документы и вот чтобы мы могли подать их здесь посольством я получил визу когда мне можно отправиться в сша если это касается туристические визы то в принципе в любой момент в течение срок действия вашей визы если это виза студенческой f1 то вы можете въехать сша за 30 дней до начала обучения в вашей форме ай-20 следующий вопрос может ли студент находящийся по f1 визе работать значит официально предусмотрено 20 часов работы на кампусе то есть это может быть какой-то помощник преподавателя там либо парковщик да в принципе все что угодно но также есть оговорки в законе как по данной визе можно оформить себе полноценное право на работу это достаточно долгий вопрос в рамках наверное этой консультации мы не будем рассматривать и пожалуйста если кому-то интересно вы можете обратиться в наш офис и мы бесплатно вас проконсультируем подробно по этому вопросу здесь хотелось лишь сказать что да такая возможность есть что представляет собой система service каким образом она влияет на меня да действительно при обращении студенческие визы вам необходимо будет облатить сбор service в 350 долларов на первый взгляд это достаточно большая сумма но она в дальнейшем очень сильно облечит вам жизнь то есть она позволит вам переводиться между школами значит делать трансферы менять статус и так далее не в общем-то не прибегая к услугам адвоката и не оплачиваем то есть все делается автоматическими режимами захотели продлить пожалуйста продлили в сэвисе это отметили захотели поменять школу пожалуйста поменяли в сэвисе это отметили так нерабочие дни посоль сша на это каждый год свои где находится консульский отдел посоль сша ну как бы сейчас у нас работают три консульства это москва екатеринбург и владивосток адрес можно в общем-то поискать на сайте в москве она расположена на пересечении садового кольца и нового арбата на миске бульвар дом 21 там целый комплекс зданий в какое время можно пройти собеседенное интервью в посольстве но стандартно это утренние часы там с 8 30 утра и до наверное где-то 10 часов утра после этого собеседование на ней миграционные визы обычно не проводится так значит с этим блоком вопросов закончили если есть какие-то вопросы еще дополнительные пожалуйста можете оставить их в комментариях мы осталось на них ответим